Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с работами интересного художника, фотохудожника Эрвина Блюменфельда. Немецкий фотограф 20 века наряду с Мункачи, Демейром, Пеном внес огромный вклад в развитие фэшн фотографии. Сотрудничал с таким изданием, как Волк Харперс Базар. Родился в Берлине в 1897 году в еврейской семье. У него была старшая сестра и младший брат. Я цитирую википедию. Фотографии заинтересовался еще во время обучения в школе. Наряду с фотографией проявлял интересы к живописи. В 11 лет ему подарили первую камеру, используя которую он не раз делал свои автопортреты. В 13 году в связи со смертью отца Эрвин принимает решение бросить учебу и следующие несколько лет своей жизни связывает с изготовлением одежды. Параллельно с этим он становится частым гостем кафе Дес Вестенс, где собираются видные дети искусства, особенно писатели и художники-экспрессионисты. Во время Первой мировой войны его призывают на фронт. По ее окончании покидает Германию и уезжает в Афстердам в 18-м году, где открывает свою небольшую портретную студию. Как фотографа-сюреалиста его привлекает игра со светом и тенью, необычные ракурсы, использование зеркал, создание коллажей и т.д. В 1936 году переезжает в Париж, где составилась первая выставка его работы. В начале 20-х годов Эрвин открыл магазин женских кожаных аксессуаров. В подсобке он оборудовал маленькую студию, где фотографировал самых ярких покупательниц. Кое-какие фото он выставлял в витринах в качестве рекламы. Именно эти снимки снискали ему первую славу фотограф. Эрвину стали поступать заказы и уже не как продавцу, а как фотографу. Вскоре Эрвин организовал выставку своих работ, часть которой была опубликована в известном французском журнале. В конце 30-х годов начинает сотрудничать с французским изданием ВОК, а чуть позже устраивается обозревательной модой в Харкес-Базар. Брюненфельда пригласили во Францию, где он быстро прославился в качестве фотопортретиста. Вверх к нему обращались известные персоны, в числе которых был Матисс. Он работал с Марлен Дитрих, Одри Феверн. Именно с его легкой руки на обложке ВОК появилась первая темнокожая модель. Во время Второй мировой войны, оккупации Франции, бежит с семьей в США. Эрвин Брюненфельд самый дорогой фотограф, который был одержим женским телом, а прославился карикатурами на фюрера. Он признавался, что у него в жизни есть две слабости. Фотографии и женщины. Внестностью он не отличался. Скорее даже наоборот, тонкие губы, огромный нос. Но какая харизма была у этого человека. Женщины не могли устоять перед его обаянием и романом Мэтра не было числа. Его жена с пониманием относилась к изменам мужа, считая, что гению необходимы новые источники вдохновения. Ах, какая женщина. Однажды он, как мальчишка, влюбился в свою ассистентку и сбежал с девушкой в Италию, покинув семью. Но впечатления от нового приключения быстро погасли, осталась пустота, отягощенная старостью и болезнью. В США вновь занимаются фотографией. В 1945 году делают одну из своих известных фотографий для обложки мартовского номера ВОК. The Red Cross. Последние годы своей жизни посвящает завершению своей автобиографии, которую увидел свет уже после его смерти. Жаркий полдень Бруменфельд принял однозначное решение. Он намеренно несколько раз прошел вверх и вниз под длинной испанской лестницей. Его сердце перестало биться. Он был волшебником причудливых форм и линий, света и тени. А еще он знал, где надо поставить точку. Умер в возрасте 72 года в 1969 году. Все. Вот так кратенько о фотохудожнике, просто о творческом человеке Эрвине Бруменфельде. Давайте посмотрим его работы. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»